Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Сегодня один из крупнейших европейских производителей программного обеспечения, компания SAP, представила отчет о доходах за третий квартал. SAP имеет значительное влияние на фондовые рынки Германии и Европы, занимая 15% в индексе DAX с рыночной стоимостью 261 миллиард евро. В этом году бизнес SAP, связанный с облачными технологиями и программным обеспечением для планирования бизнеса, показывает стабильный рост, что привело к увеличению стоимости акций на 53%. Этот факт особенно важен на фоне недавней нестабильности на фондовых рынках, вызванной отчетами крупных американских банков и производителей микрочипов. В то же время инвесторы с нетерпением ждут президентских выборов в США, назначенных на 5 ноября. Они выстраивают свои стратегии на основе опросов общественного мнения, которые указывают на растущие шансы Дональда Трампа против его оппонента Камалы Харрис. Кроме того, положительное влияние на рынки оказывает продолжающаяся программа экономического стимулирования в Китае. Последней мерой стало снижение процентной ставки на 0,25% в понедельник. На валютном рынке доллар США демонстрирует укрепление, что связано, в том числе, с тем, что налоговая и тарифная политика Трампа может способствовать поддержанию высоких процентных ставок в США, что ослабит валюты стран-партнеров. Эксперты отмечают, что рост реальных процентных ставок в США поддерживает курс доллара. Однако еще важнее то, что процентные ставки в других странах стремительно падают, что усиливает привлекательность доллара. За последние три недели евро потерял более 3% своей стоимости и опустился ниже своего двухсотдневного скользящего среднего показателя, достигнув минимальных значений за последние два с половиной месяца. А теперь к крипторынку. Биткоин достиг трехмесячного максимума, увеличившись на 18% с 10 октября, что также может быть частично связано с улучшением перспектив Трампа на выборах. Его потенциальная администрация считается более благосклонной к криптовалютам. И тем не менее, технически, биткоин по-прежнему находится в зоне действия сопротивления, в связи с чем, существует вероятность возобновления нисходящего локального движения. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.